Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Тимошин Даниил. Я специалист по нанесению средств защиты семян компании Сингента, SeedCare Institute. Сегодня мы с вами поговорим о правилах приготовления рабочих растворов. И сделаем мы это на примере нашей крузер-макс технологии совместно с инкулянтом последнего поколения АТУВА. Следует помнить, что при приготовлении рабочих растворов следует использовать средства индивидуальной защиты. Итак, давайте обратим внимание, справа от меня компоненты нашей крузер-макс технологии. Это, собственно, крузер с рекомендуемой нормой внесения пол-литра на тонну. Максим Эдванс. Рекомендуемая норма внесения литр на тонну. И вода. Давайте представим, что большой сосуд, который стоит на данном столе, это бак протравочной машины. Правила приготовления рабочих растворов гласят, что компоненты рабочих растворов следует наливать в соответствии с их плотностью от наименьшей к наибольшей. В данном случае наименьшей плотности обладает вода. И давайте добавим ее первой в наш импровизированный бак машины. Далее следует Максим Эдванс. И в завершении крузер. Очень важно хорошо перемешивать рабочий раствор. Это стоит делать постоянно, поскольку в противном случае возможны выпадения осадка. И есть риск, что действующие вещества, находящиеся в компонентах рабочего раствора, могут остаться на дне бака. Дабы этого избежать, следует регулярно перемешивать рабочий раствор. Таким образом мы довели раствор до гомогенного однородного состояния. И давайте обратим наше внимание на компоненты, которые стоят слева. Это Атува, рекомендуемая норма применения 2 литра на тонну. И Пре-Макс, рекомендуемая норма применения пол-литра на тонну. Возьмем отдельную емкость и добавим в нее сначала Атуву. Затем Пре-Макс. Таким образом мы получили рабочий раствор инокулянта, который также необходимо тщательно перемешать. Теперь мы можем добавить рабочий раствор инокулянта в рабочий раствор средств защиты семян. Полученный рабочий раствор также необходимо тщательно перемешать. И постоянно поддерживать в однородном состоянии. Итак, соблюдение довольно-таки простых правил приготовления рабочих растворов – это залог успешной обработки семенного материала. Желаю вам удачи в этом сезоне обработки семян. Спасибо. Продолжение следует...